Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэддис Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Пан. Пан – аркадский бог, сын Гермеса, покровитель пастухов. Пан упоминается у Гомера и у Пиндара. Изображали пана, как правило, в виде человека с рогами, ушами и ногами козла. Пан считался похотливым богом, которого оба пола привлекали в одинаковой мере. Наверное, самая знаменитая из его любовных историй с нимфой Серингой, которая, чтобы уклониться от близости с паном, превратилась в тростник. Тогда пан сделал из тростника свирель – серингу, на которой до сих пор играют пастухи. Пан также сватался к селени и подарил ей замечательное овечье руну. Иногда пан гневался и становился опасен, особенно если его тревожили во время полуденного зноя. И тогда он обращал в бегство стада, посылал кошмары и вызвал у людей необъяснимый панический ужас. Помогал афиньянам в войне с персами и, согласно Геродоте, его видел на горном перевале бегун Фидипид, который спешил попросить помощи у Спарты перед марафонской битвой. После своей победы афиняне посвятили пану пещеру на северном склоне Акрополя, которая сохранилась до сих наших дней. Со времен античности пан считается покровителем пасторальной поэзии и идеализированной Аркадии. Именно в этой роли пан выступает в гимне пану Шелли и в эндемионе Китса. Забавным образом фигура пана привлекала к себе и христианских писателей. Плутарх передает рассказ о том, что некие путешественники слышали на острове Паксос голос, обращающийся к сирийскому богу Томузу и возвещающий о том, что великий пан умер. Согласно Плутарху, это происходило во время царствования Тиберия. И христиане делали вывод, что слышанный путешественниками голос вещал о конце языческой эпохи и начале новой христианской. Похоже, однако, что все это основывается на элементарной ошибке. Путешественники просто не расслышали слово Пан Мегас, всемогущий эпитет, относящийся к богу Томузу. Некоторые философы-гуманисты связывали навлекаемый паном фурор с мистическим состоянием, позволяющим постигать божественные истины. А Рабле отождествляет пана с благим пастухом, который есть все, что есть. Все по-гречески пан. Таким образом, примитивно-полуаморфно-полуантропоморфное божество становится символом воплощения божественного слова «божеством всего». Художники Возрождения часто изображали пана вместе с Венерой и Купидон. Наиболее известные картины, посвященные пану, принадлежат кисти Пусона, Йорданса и Врубеля. Ну вот так вкратце о аркадском боге, сыне Гермеса, покровителем пастухов, которого звали Пан. Пока-пока, до свидания.